Всех приветствую, ребята! Встречаемся в этот раз в таком наипрекраснейшем, наикрасивейшем месте. Сегодня у нас по плану рыбалочка долгожданная. Наконец-таки лето, можно уже нормально порыбачить, не то что зимой, это сидеть там мерзнуть. Все уже давно просят, все давно ждут. Сегодня порыбачим, надеюсь, вытащим такую огроменную рыбину. Также пособираю живицы, может чаги посмотрю. Сейчас первым делом попью чаю. Поехали. Все. Костры сейчас нельзя разводить. Придется довольствоваться горелкой. Сейчас даже костер хрен разведешь в лесу в противопожарный режим. Ладно, хоть пока еще не запретили в лес ходить. Просто разводить костры запретили. Что-то я не припомню, чтобы в детстве было такое, чтобы запрещали в лес ходить или костры разводить. Вот кто в возрасте, люди, может напишите, что раньше было такое вообще, чтобы запрещали разводить костры. Либо люди сами аккуратные были, либо какие-то противопожарные действия производились, чтобы не было пожаров столько, как сейчас. Либо кто-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уже голова устала вертеть... Смотришь где чайка, где живица... Еще и надо под ноги смотреть, чтобы на змею не наступить... Шея устала... Пол баночки уже набрал... Отличный результат... Показываю для тех, кто просил показать, что такое живица... Когда сосна получает какое-то ранение, отломилась веточка или кто-то надрубил ее или что-то повредилось... Она выделяет вот такую вот белую субстанцию... Не смола... А как бы самозаживляющее средство у нее такое, видать... И вот такие вот кусочки собираю... Делаю... Смотрите! Продолжение следует... Продолжение следует... По документам 49 кубов, а на самом деле 110 кубов. Едет 90 км в час максимальная скорость. Для леса сам а то вообще. Кто там писал, что продай, купи лучше квадроцикл. Не, какие квадроциклы? Я тут такими закулочками сейчас проезжал, между деревьями, такими вот, расстояния. И тут еще залил, 5 литров залил и месяц-два можно в бак не заглядывать даже. Для леса сам а то вот, шикарный вообще аппарат. Так что нафиг мне эти квадроциклы нужны, они еще и стоят бешеных денег. Сейчас перекушу бутербродиками и еще здесь пособираю много погрызанных деревьев тоже. Огромное количество. Как раз добить хватит эту кормушку. Огромное количество. Огромное количество. Вот это я сегодня пособирал. Три таких чеплашки набрал. Тут еще можно собирать, не собирать, пересобирать. Короче, до хранища я еще тут. Отличное местечко. Думаю, хватит надолго. Все, хватит. Сейчас проеду еще дальше, посмотрю чагу пособирать можете, если найду. Два кусочка нашел, полкилошечка есть. Тут-то килограммчик, наверное. Вот столечко чаги. Ну, больше даже килограмм, килограмм по-любому, полтора. И тут-то тоже килограмм. Вот сегодня я удовлетворен походам. Сейчас подготовлю удочки. Одна будет на домку у нас. Одна поплывок. И одна так покидаю на блесну. Посмотрим. Здесь так-то подлещики должны были быть. Подлещики, платва. Мальков вот видно вдалеке. Ну, а крупную не видно. О, сейчас кто-то там гоняет малышню. Может и щучка есть. Так, сейчас на блесеночку сперва закину. Пока там кто-то плескался. Вот такие рыбки всякие у меня разные есть. Вот такую блесеночку сейчас цепану. Попробуем на нее сперва. А так, вот такие вот всякие рыбки еще есть. Воблеры. Ветерок. Ну, ловись рыбка. Большая и маленькая. Походу ушла уже эта рыбинка, которая мелочь гоняла здесь. Последний раз забрасываю. Потом закинем донучку. Так, у нас тут для леща, карпа, плотвы. На ваниль больше нравится мне рыбачка. На нее больше вероятностью что-то поймать. На блесну вот так, просто покидаю на везение вдруг. А так, конечно, на доночку в основном-то. Так, ну все, зарядил. Здесь поставил тесто на одну. Здесь на Чиричково будет у нас. Вот это, я понимаю, рыбалка. Сидишь, кайфуешь, наслаждаешься. Тишина. Птички поют. Тепло, светло. Не то, что зимой. Зимой не рыбалка. Сейчас наслаждаешься, а зимой страдаешь, только сидишь. Сейчас заварю БПшечку с тушеночкой. Даже если ничего не поймаешь, тут главное удовольствие получить. Получаешь от того, что находишься на природе, отдыхаешь. А рыба в этом уже так. Ну, терное интересно бы поймать черное. Если я даже поймаю рыбину, я ее отпущу. Не вижу смысла, если рыба мне не нужна особо. Не голодаю. Не понимаю тех людей, которые на видео там даже мелочь там всякую ловят. Лишь бы чего-нибудь поймать, показать зрителю, что поймал. А потом ее выбрасывают. Он отпустит ее сразу. Зачем, хоть и если она тебе не нужна, так зачем ее мучить? И так сказать, что поймать. Я буду делать. Я буду делать. Я буду делать. И это дело. Я буду делать. Итак, все. Каю. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас пока... Пока это в тайне... Будем строить капитальную избу... Нафиг эта землянка, короче... Вы тоже пишите, что лучше избу строить... Я тоже... Сам тоже знаю, что изба лучше... Просто... Придется откуда-то издалека бревна таскать... Валежник... Потому что в том месте-то нету... Сперва какую-нибудь... Построю лачугу... Из досок... Чтобы жить мне первое время... Потому что изба будет строиться долго... А в палатке не очень проживать... Защатую избушку построим... Потом уже будем нормальную строить... Все капитально... Качественно, красиво... Чтобы было... Строительство будет... Небыстрым... Вот такую изба... В планах... Интересная... Оригинальная тоже... Блин... Зацепилась... Поклевка была... Зацепилась... Твою мать... Фу... Удалось спасти... Потихоньку... Оторвалась... За две ветки сразу зацепилась... Но... Рыбу просрали... Хорошая такая поклевочка была... Ладно... Другое место... Маленько буду кидать... Зацепилась... Рыбу... Возьмите... Маленько... полостая ребята поздравьте меня с первым уловом к сожалению не заснял резко дернул вот такая вот плотвичка попалась ляпота есть начало я уже думал ничего не поймаю с уловом нас так все плыви больше не попадайся а то съем радости полные штаны хоть и маленькая а приятно есть есть ребята есть рыбин маленькая килька так иди зови мамку с папкой зарядил поплавочную попробуем закинем ляпота и ляпота и ляпота и Есть, есть Вот такой вот красавец. На поплывок, ребята, что-то нифига не клюет. На донку вон поклевки постоянно. Уже двух вытащил без камеры. Ну, двух сорожек. Таких тоже. Много ложных сработок. Мелочь, видимо, там долбит. Вот опять мелочевка. Даже устрицу поймал. Сейчас покажу. Вот такая вот устрица попалась даже. Хе-хе. Ну, клев есть, это хорошо. Хоть и плотва, но все равно рыба. Щуку, конечно, приятно тянуть. Но ее, наверное, здесь не особо есть. Мелковато здесь для щуки-то. Вон, постоянно перебит кто-то. Только закидывай. С мелочевкой, конечно, плохо рыбачить. Мешается. И вот так вот. И с 10 один раз попадает. Поймал очередного гальяна. Теперь можно и поужинать. Вы меня замаяли, блин. Не даете нормально рыбачить? Тебе в ту сторону давай. Спрятался сразу. Так. Что у нас на ужин? Мы же на рыбалке. Рыбы наловили. Рыбу и будем есть. Так. Килечка с хлебушком. Первый клещ в этом году. Оттаяли под люки. Килечка с хлебушком. Килечка с хлебушком. У тебя есть мама и папа? Давай, зови. А можно бабушку с дедушкой? Мне еще больше нет. Ванильная приправа работает. Уже не первый раз покупаю ее. Все время. На нее хорошо. Вот платва, подлещики, карпы. Мне нравятся. Другие брал. Не очень как-то придет. Ваниль хорошо приманил. Ну все, дайте мне покушать. Потом продолжим. Вечереет уже. Ужин. Всем приятного аппетита. Много в каких магазинах покупал кильку. В магните самое вкусное мне понравилось. Чем-то даже схоже с тем, что я раньше была в СССР. Ну, конечно, не сравнится. Но все равно из всех, что я пробовал, самое нормальное. Зацепился. Зацепился. Опять. Наверное, сейчас оторвать придется. Хорошанечко. Хорошанечко вот так зацепился, что походил уже, не оцепляюсь. Анимацию. Кормушек-то нету в запасе. Это с того года одна оставала. отрывается только если на поплавок срабатывать минус кормушечка сейчас прикуплю запас я так сегодня спонтанно собрался сейчас подумаю времени уже 7 часов так что ладно уж собираться буду до дома уезжать результат все равно есть открыли летний сезон рыбалки с результатом живицы набрали короче удачный выезд сегодняшним походом я доволен и как прошу разы сами на манатки все собирать будет местечко порадовало тихо спокойно здесь и рыба есть пока что потом летом вода спадет здесь рыба не будет на прошлом летом здесь можно было пешком пройти по колено было зверушкам оставил покушать все везде убрал прибрал собираюсь выезжать вот так вот погуляли в этот раз неплохо надеюсь вы тоже отдохнули порыбачили со мной погодка дала отдохнуть хорошо наконец-то два дня еще тепло вроде там 5 дожди а там на следующей неделе 25 градусов обещает тепла обалдеть завтра хочу съездить чего одно урочище там заброшенное тоже тоже наверно все выбито но все равно проверить прогуляться пока погода стоит так что съезжу наверно тоже поснимаю потом увидите всем счастья здоровья до новых встреч